Частенько меня упрекают в том, что я издеваюсь, насмешничаю над башкирскими СМИ, которые, дескать, стараются и так изо всех сил преподносить нам правильно информацию и сообщать о тех событиях, которые происходят в нашей родной республике. Но, честное слово, частенько от смеха и от недоумения удержаться довольно сложно. Вот давайте для примера возьмем одну небольшую статейку, которая описывает, по сути, страшные преступления и страшные события, которая случилась в одном из башкирских сел. Я говорю о статье под названием «Полиция в Башкирии штурмовала дом, где многодетный отец взял в заложники семью из-за отказа жены в сексе». Конец заголовка. Ну, согласитесь, сам по себе заголовок, конечно, многословен и весьма кривоват. Ну, давайте к содержанию. Будем читать дословно, а потом обсудим, поймем, что вообще имел в виду автор и насколько качественно нам это все подается. Так вот. В Башкирии многодетный отец взял в заложники свою семью, потому что супруга отказала ему в занятии сексом. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по РБ. Конец цитаты. Ну, что же. Отказала, отказала. Инцидент произошел в селе Тунгатарова. Вечером мужчина захотел близости со своей женой, однако проснулась дочка, одна из пятерых детей. Отец отругал ребенка, а потом жену, затем разрушил всю мебель в доме и несколько раз ударил супругу по рукам. Согласитесь, весьма косноязычное красноречие автора, ну, не в полной мере, видимо, нам передает всю картину происшедшего, хотя бы потому, что действительно в помещении, кроме супруги, который воспылал горячими чувствами этот мужчина, находилось, видимо, еще и пятеро детей. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Также около места происшествия собрались местные жители. Многодетный отец запер двери и обратился к главе сельсовета и своему другу. Они принесли ему спиртной напиток. Конец цитаты. Сложно сказать, является ли в селе Тунгатарова спиртные напитки универсальным средством успокоения дебоширов и людей, которые берут в заложники свою семью, но готовность председателя сельсовета принести тот самый загадочный спиртной напиток, конечно, вызывает некоторое удивление. Но еще большее удивление, конечно, вызывает построение фраз вот в этой статье. Это, конечно, просто за пределами добра и зла. Читаем дальше. Под утро мужчина успокоился, и полицейские смогли попасть в дом. В это время муж держал нож у горла супруги. Судя по всему, в этом замечательном легендарном селе Тунгатарова критерий спокойствия – это действительно именно угроза смертью своим близким при помощи ножа у горла. То есть автор статьи пишет, что мужчина к утру успокоился, но всего лишь навсего держал у горла своей жены нож. Ну, подумаешь, что за мелочи, да? И вот тут-то как раз случилось страшное. Читаем дальше. «Полицейские сделали выстрел из стабильного оружия». Именно так и написано в этой статье. «Сделали выстрел». «Пуля попала мужчине в голову, и он ранил жену. Нож прошел по горлу». Конец цитаты. Судя по этой фразе, именно выстрел полицейских из стабильного оружия стал причиной того, что мужчина полоснул по горлу свою жену. Ну, по-другому это не читается. Вот честное слово, да, хотите – смейтесь, хотите – упрекайте меня в предвзятости, но иначе это прочитать невозможно. Читаем дальше. «Супругам удалось выжить, и они пришли в сознание уже в больнице. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы». Такое ощущение, что автор имел в виду, что, в общем-то, все дело двигалось к счастливой развязке, все попались всего лишь в больницу, а тут, конечно, вмешалась кровавая правосудие и зачем-то выписывала четыре года лишения свободы этому товарищу, который пытался перерезать всю свою семью. Ну, собственно, автор статьи пытается сделать вид, что речь идет о каком-то газлайтинге и еще о чем-то, да, но на самом деле вот эта неспособность передать достаточно яркий и понятный смысл произошедшего, конечно, отменяет все эти попытки. И, кстати говоря, здесь не работают никакие аргументы на тему того, что тут, дескать, у нас национальная республика и не все хорошо владеют русским языком. Автор статьи Ирина Мельникова вполне себе носитель русского языка и, соответственно, как бы, наверное, должна была как-то иначе строить предложение, потому что вот из этого рассказа о событии страшном, ужасном и на самом деле, видимо, имеющем некий социальный окрас, все-таки из этой статьи мы не вынесли никаких смыслов и уроков, мы почерпнули только переданную авторам вот какую-то, по-моему, надуманную комичность этой ситуации, и, по-моему, это вот как-то вот нарочно не придумаешь, да, вот так вот описать вот это. Вот, да, когда полицейские сделали выстрел, мужчина успокоился, но приставил горло жены нож. Вот эти все замечательные чудесные обороты, они, конечно, полностью стирают весь смысл произошедшего и преподносят нам информацию как какой-то сумбур, как какую-то ерунду и безобразие, которое регулярно творится в наших деревнях и селах. Эти безобразия действительно творятся там регулярно, но писать и говорить о них нужно, наверное, несколько в иной тональности. В общем, как говорится, не в защите. Вот я раньше посмеивался и слегка издевался над башкирскими СМИ, и сейчас тоже продолжаю это делать, потому что, ну, это было бы окончательно смешно, если бы не было так жалко. Мы остро нуждаемся в нормальной, добросовестной подаче информации, в подаче информации качественно так, чтобы она действительно наводила на мысли, чтобы она порождала какие-то решения, может быть, вызывала вопросы, а не вот такой вот сумбур и вот такая вот мишалда из просто слов, которые вот написаны в этой статейке. Так что вот как-то так.